Зовут меня Ольга Соколова, живу я в городе Набережная Чумны, Република Татарстан. Напишите, пожалуйста, из каких городов вы. В чате напишите. Посмотрим географию. Полярный. Петербург. Камент. Камент Хостинский. Спасибо, спасибо, Москва. Полетели города. Спасибо большое. Вот, все это, да, ребят, нам предоставляет интернет. Интернет предоставляет нам такие большие возможности, когда мы сможем, можем с вами связываться, общаться, обучаться. Вы находитесь у себя дома или там, где вам удобно. Да, я нахожусь у себя дома. И согласна с вами поделиться отличной информацией, как можно сегодня, в 21 веке, зарабатывать, сидя дома, совмещать при этом декретный отпуск. Малыш у меня проснулся. Совмещать при этом декретный отпуск, наемную работу, учебу. То, если кто учится, даже школу можно совмещать. Ну, давайте я вам немножечко о себе расскажу. Сейчас, подождите, ладно, с ребенком определюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Я просто отходила, извиняюсь, отнесла ребеночка в другую комнату. Давайте продолжим. Я немножко расскажу о себе. Я сама муниципальный служащий, уже имею большой стаж работы, более 15 лет. В 2000 году я устроилась туда, в исполнительный комитет города Забережный, о чем сейчас уже 2016 год. Я, конечно, с перерывами. Там работала с перерывами на декретный отпуск. Но все-таки есть определенные знания. Вообще, с чего все начиналось? Я сама из маленького поселка. С численностью, я думаю, что даже не больше 500 человек. Маленький такой поселочек. Он всегда относился к городу, городу Набережные Челны и являлся как бы за городом. Там у нас был санаторий раньше. И вот мы там жили. В принципе, все нормально. Правда, меня всегда тянули почему-то большие города. Да, не знаю, я не была согласна с тем, что это как раз то мое место, где я должна там жить и дальше обосноваться и продолжать свою, не знаю, как бы... В этом месте, в этом поселке он был маленький для меня, чтобы свои мечты как-то реализовывать. Я всегда смотрела в город, всегда смотрела на перспективу, всегда хотела быть там, где руководители, люди, которые хорошо зарабатывают, стремилась к чему-то большему всегда. И всегда смотрела на другую сторону речки, там как раз был город, у нас, получается, наш поселок за рекой, за камой. Я всегда смотрела и как раз виделась вот это вот здание администрации города. Когда меня туда взяли, я, вернее, сама наотрасилась, да, меня взяли туда, вот, я была на седьмом небе отчасти. Вы, наверное, понимаете, когда исполняются определенные мечты, там уже сияешь, так ходишь, все замечательно, прекрасно, жизнь налаживается. Ну, знаете, когда туда попала, зарплата, конечно, маловатая была. Маловатая, но мне хватало на тот период, потому что я была студенткой, параллельно училась, параллельно работала, и еще плюс на шее у родителей, да, сидели. Сидела я. Не знаю, как у вас было, но вот у меня вот так. Поэтому мне хватало до того момента, пока я не создала собственную семью. В стенах, кстати, администрации я нашла своего мужа, вернее, это он меня нашел. И мы с ним связали свои узы, заключили брак, и у нас родился первый ребенок. Я ушла в декретный отпуск, потом меня позвали обратно на работу, я уже стала там работать опять, и поняла, что совмещать свою наемную работу и ребенка материнства у меня не получается. То есть мне нужно было выбирать или ребенок, и развитие его, да, чтобы с ним заниматься, а с детьми всегда надо заниматься, согласитесь со мной, мамочки. Или работу, на которую нужно было работать чуть ли не круглыми сутками, мы засиживались там до двух часов ночи. Конечно, там никто не заставляет, там знаете как, работа у нас с восьми до пяти, вроде бы как бы график, но за это время тот объем работы просто не успевает сделать человек, а если ты не успеваешь, то, соответственно, остаешься после работы. Вот, мы сидели там, особенно когда проверки разные, а проверки там постоянно бывали, поэтому нам приходилось задерживаться. И мой ребенок, соответственно, рос без мамочки. Наступил период, когда моего ребенка нужно было готовить к школе, соответственно, он не получал должного образования, я его не, как-то не подготавливала, да, специально. Все, что было, это вот только в детском садике. Вот, я решила, что нужно что-то менять, так дальше не должно, не может продолжаться. Так, так, я зависла. Да, ребят, или вы меня слышите? Все нормально? Так, вот это надо отключить сейчас немножечко. Ага, все, спасибо, хорошо. Продолжим. Я поняла, что нужно что-то выбирать. Или материнство, или работу, карьеру, да? Ну, так как вы меня понимаете, мы детей рожаем не для того, чтобы, ну, там, отдать в детский садик и все, да? То есть, я выбираю материнство. Нужно как-то подстраиваться. Как же все-таки подстраиваться под это все? Я вам сейчас расскажу отличный вариант, который я нашла. Ну, вот, как раз хотела вам сказать, что моя жизнь была похожа вот как раз на жизнь по шаблону, которую нам предоставляет государство. Это называется программа-минимум, когда детский сад, потом школа, потом институт, потом работа, и ожидает в большинстве случаев пенсия. Так ведь, согласитесь со мной? Все, ваши мечты, они так и не будут реализованы. Вот я когда об этом задумалась, задумалась, что моя работа совсем не приносит мне тех результатов, которые я хочу получить, я решила все поменять. Итак, мы сегодня с вами поговорим, как заработать официальный доход, не отрываясь от СМИ. Вообще, как зарабатывать, не только заработать, да? Но и зарабатывать постоянно, чтобы был постоянно поток денег. Но сначала я хочу, чтобы вы определились, поставили себе цели, посмотрели как-то, остановились немножечко от всех забот и подумали, кем вы хотите быть. Домохозяйкой, которая постоянно будет только убирать и заботиться о своем ребенке. Особенно это касается тех, кто сейчас в декретном отпуске. Почему, мамочки, к вам обращаюсь? Потому что часто мы, когда уходим в декретный отпуск, мы начинаем о себе вообще забывать. Мы перестаем ухаживать за собой, мы только и делаем, что убираемся, чистим, моем, детьми занимаемся, там, постирать за ними, убрать, игрушки убрать, пойти погулять, прийти опять, стирать, убираться и так далее, да? Вот так вот проходит практически весь день. Почему я так говорю? Это не понаслышке, потому что я сама так раньше, когда в первом декрете была, во втором декрете была. Я как раз занималась только тем, что убиралась, готовила, ходила гулять, убиралась, готовила, ходила гулять. Вот, тоже как бы такая жизнь, знаете, в колесе, когда ухаживаешь только за ребенком, и вот как раз наступает такой период, когда думаешь, как-то я вроде бы тупею, надо как-то развиваться, книжки что ли начать читать, или может быть начать язык какой-нибудь иностранный изучать, да? Ну, чтобы не тупеть, чтобы мозг постоянно работал. Когда выходишь с декретного отпуска, это очень тяжело выходить. Там на самом деле серые клетки, они просто очерствели, их нужно там расшатывать. Опять начинаешь вливаться в этот ритм жизни, да, в рабочий процесс, и даже определенное время на это уходят. У меня после первого декрета ушло полгода, чтобы я во всем разобралась и вошла вообще вот в эту колею рабочую. У всех, конечно, бывает по-разному, но хочу сказать, что это точно такое бывает, и у вас тоже будет, если вы будете выходить после декрета на работу. Здесь же можно совмещать работу, да, через интернет, прям сидя дома в свободное время развиваться и быть не просто домохозяйкой, которая будет стирать, гладить, убирать, но еще и бизнес-леди, которая будет зарабатывать, при всем при этом будет оказывать должным образом уход своим детям, плюс еще и на будущее, да, будущее своих детей обеспечивать. Я надеюсь, вы определились тем, что вы выбираете, потому что это очень важно, поставить сначала себе свои цели, посмотреть, что вы хотите, обдумать все, и потом только принимать решения. Начинать работать в декрете или заниматься опять просто домом. Скорее всего, многие слышали о такой теории денежного потока. Кто не слышал, хочу вам рассказать. Вот немножечко отключу пока камеру, ладно, посмотрите. То есть денежный поток, да, есть такая теория, что мы с вами зарабатываем, и к нам поступают деньги вот четырьмя способами. Их можно разделить на четыре квадранта. Первый квадрант – это R, второй квадрант – это S, третий – это B, четвертый – это I. R – это рабочие, S – это собственники, те, которые работают на себя, B – это бизнес-деятели, тех, у которых крупный бизнес, да, и это инвестор, инвестор – это те, которые берут, вкладывают деньги в определенные проекты, в патенты, например, да, создают, и получают за единожды проделанную работу, получают потом всю жизнь, можно сказать, денежные средства, проценты определенные. Ну, мы с вами потом примеры рассмотрим. В основном 90% всего нашего населения находится в квадранте R – это рабочие. Казалось бы, зарплата два раза в месяц, отпуск, больничный, социальный пакет, график с 8 до 17, и вроде бы стабильность. Ну, давайте рассмотрим, какая же все-таки эта стабильность, и на самом ли деле все вот эти плюсы являются плюсами. Вот смотрите, даже первый пункт – зарплата два раза в месяц. Это, да, бывает такое, да, зарплата два раза в месяц, но первый раз зарплату дают тысячу, ну, там, две тысячи пусть будет, пусть будет три тысячи, да, все, вам только один-два раза в магазин сходить, и полмесяца вы живете потом без денег, с нашими ценами. В основном дают еще такую, как говорят, такую белую зарплату, да, потому что, может быть, не все знают, но в основном вот в коммерческих организациях, когда люди работают на человека, который свой бизнес развивает, то есть на какого-то предпринимателя, бизнес-детеля, да, ну, на какой-нибудь, может быть, крупный бизнес, вот, то есть пашут на другого предпринимателя, вот, у них там в основном серые зарплаты. Почему? Потому что предпринимателю не хочется платить за своего работника, который на него работает, социальный пакет. Он лучше ему так деньги заплатит в месяц, чтобы у него, ну, как бы деньги были. Рабочий берет, соглашается, почему? Потому что он не задумывается о своем будущем, что его ожидает. Он думает о деньгах сейчас. Ему сейчас надо кормить семью, ему сейчас нужны эти деньги, и он согласен получать эту серую зарплату. Вот, но тем самым его работодатель, его начальник как раз держит. Почему? Потому что ему нельзя работнику ни в отпуск уйти, если он уйдет в отпуск, то будет получать только свою белую зарплату. Ему нельзя на больничную уйти, потому что если он уйдет на больничную, то ему заплатят опять-таки деньги, которые платятся с белой зарплаты, да? Там в основном разделяется. Минималка идет по белому, а потом уже доначисляется какая-нибудь серая часть. Вот эта серая часть платится только тогда, когда работник работает. То есть такая привязочка еще определенная, чтобы работник никуда не уходил, чтобы он только и делал, что пахал, пахал и выполнял свои должностные обязанности. График работы даже с 8 до 17, я вам уже сказала, что это только на бумаге бывает. В большинстве случаев объем работы, который накладывают на работника, потому что не хочется кого-то дополнительно брать, нанимать, опять деньги за него, ему зарплату платить, опять ему за него социальный пакет платить, налоги, зачем это надо. Вот все обязанности складывают на одного работника, который зашивает. Также и на государственных учреждениях, там, конечно, в основном ситуация получше, там белые зарплаты, серых выплат в принципе нет, но зарплата белая до такой степени маленькая, что все равно приходится сидеть и, я не знаю, там, вот даже иногда думают, почему нам серую зарплату не платят, лучше бы серую платили. Но на самом деле мизерная зарплата. Я, например, в исполкоме сидела только, потому что это престижная работа, ну и потому что вроде бы более-менее там стабильность, да, как мне казалось. И я оттуда не уходила, потому что менять одну наемную работу на другую смысла нет. Вот когда ушла в декрет со вторым ребенком, я уже стала просматривать варианты, как же мне работать на себя. Вот в квадрате S, смотрите, работа на себя, там ситуация уже лучше, там нет начальников, никто тебе не говорит, что делать, там уже решаешь. Там распоряжаешься своим временем, но нестабильный заработок. То есть там уже сколько ты поработал, сколько и заработал, да. Есть деньги, если есть объемы. Ну и как раз минусом еще от собственного дела является то, что в большинстве случаев там нужны вложения для развития своего дела. Еще чем объединены вот эти два квадранта, 1 и 2? Если здесь в этих квадрантах или время выбираешь, или деньги. То есть когда есть время, то нет денег. Когда есть деньги, то нет времени. А вот если посмотреть уже третий и четвертый квадрант, B и И, да, там время предостаточно потом будет, и денег в принципе будет намного больше. Давайте вот квадрант B посмотрим. Это бизнес-система, где вы руководитель, это престижно, да, там уже карьера, почет, уважение. Здесь есть время и деньги, здесь гибкий график, но увеличение ответственности, стартовый капитал также нужен, да, нет никаких гарантий, что ваш бизнес пойдет, увеличение обязательств. Но тут надо рассматривать, потому что есть разные виды бизнеса, мы их с вами сейчас рассмотрим, которые можно при минимальных затратах сделать, развить. Инвесторы это вообще, так знаете, когда много, ну, финансовая свобода, деньги работают уже на вас, да, и деньги есть, и времени тоже очень много. Ну вот инвесторами кто является? Вот смотрите, например, купили вы 5 квартир в Москве и сдали их. Один раз за проделанную работу, все сдали, вам постоянно поступает денежный поток. Независимо от того, работаете вы, не работаете вы, в городе находитесь или где-то в другом месте, пока у вас есть там жильцы, которые живут, они вам платят эти деньги. Согласитесь, да, поток не прекращается. Вот это инвестор. Наша же задача, вот моя задача, показать вам, как перейти из квадранта 1, 2 даже, возможно, в квадрант 3, а потом и стать инвестором тоже. Вот мы как раз здесь развиваем бизнес-систему, которая предоставляет и время, и деньги. Сначала ее, конечно, нужно запустить и поработать хорошо, но зато потом это все будет работать на вас. Смотрите, как можно, какие вообще есть виды бизнес-систем. Это традиционный бизнес, там нужна идея, деньги, время. Сейчас мы рассмотрим еще каждый, да, понемножечку я вам расскажу. Франшизу можно приобрести, то есть там уже бизнес-система готовая, работаете по ней, но тут тоже нужен первоначальный капитал, чтобы купить эту франшизу. И сетевой бизнес, готовая бизнес-модель, где вложения минимальные, да, или вообще без вложений. Ну и время развития в этом бизнесе намного сокращается, чем традиционный бизнес развивать. Я когда думала, как развивать свой собственный бизнес, и подумала, что же нужно сделать для того, чтобы его развить, я просто была вот в шоке, как вот эта девушка на картинке, у которой вот тоже такие вот мозги, да, стали. Давайте рассмотрим на примере магазина. Вот решили мы открыть с вами магазин таких средств, которые пользуются всегда спросом. Это мыло, зазнащетка, паста, шампуни и так далее, да. Каждый день нужны люди, каждый раз это все будет покупаться. Вот, поэтому открываем такой бизнес, открываем обычный магазин, просмотрели конкурентов, выбрали место, за аренду нужно платить, да, это все с нашего кармана, то есть мы уже сразу рассчитываем, что так, нам нужно место выбрать, где оно у нас будет. Нам нужны деньги на аренду, нам нужен персонал, нам нужна сама продукция, где бы это все купить, нам нужны поставщики, с которыми нужно договориться, нам нужна реклама, чтобы обеспечить поток людей, нам нужна доставка, бухгалтерия, весь ассортимент продумать, что покупается, что не покупается, ну, соответственно, кредит, да, взять, поиск клиентов тоже лежит на нас, потому что мы организаторы этого процесса, и продвижение, конечно, товара, который в этом магазине, потому что нам нужно те деньги, которые мы вложили, вернуть. Вот, ребят, здесь нет гарантии, что этот бизнес будет процветать, да, ну почему? Вот, например, мы купили, там, закупили все это, поставили на полочке, все красиво, открылись, открыли этот магазин, и у нас один, например, товар хорошо взяли, другой не стали брать, да, а мы на него уже деньги потратили. У него прошел срок годности, куда мы это все деваем? Выбрасываем. То есть наши деньги, которые мы потратили, мы это все выбросили. Это во-первых. Во-вторых, конкуренция. Конкуренцию тоже никто не отменяет. Почему люди должны к нам в магазин ходить? Мы как-то их должны зацепить, да, какое-то должно быть предложение. И вот с конкурентами нужно будет самим бороться, чтобы именно в наш магазин ходили намного больше покупателей. Все это лежит на плечах самого директора-организатора. Ну и срок окупаемости еще надо посчитать. Не факт, что те деньги, которые мы вложим, они окупятся сразу, сколько еще в кредите мы будем сидеть, да, все это выплачивать в кредит, и нет гарантии, гарантии же нет, что у нас бизнес действительно попрет. Давайте рассмотрим другую систему. Это франшиза. Когда уже значимое имя, ну вот, например, Литуаль, да, сеть магазинов Литуаль, все знают, наверное, это косметика, тоже косметический магазин. В первую очередь мы с вами вот просмотрели традиционный бизнес, сейчас франшизу купили Литуаль. Ну все, там вроде бы не надо рекламировать, чтобы именно к нам ходили. Бренд раскручен. Вот, но там нужно, чтобы купить эту франшизу, 5 миллионов рублей. Если у вас есть такие деньги, вы, в принципе, я вам даже советую франшизу покупать, потому что сократится время на развитие бизнеса. Если нет таких денег, то нужно тогда искать другие варианты, как можно создать свой собственный бизнес. И есть бизнес-система, как сетевой маркетинг, MLM-система, да, где большинство всех вопросов, проблем берет на себя компания. Компания, с которой начинаешь сотрудничать и развивать этот бизнес. То есть производство, персонал, продукцию, рекламу, доставку, бухгалтерию, ассортимент и сайты, и все такое прочее, берет на себя эта компания. Единственное, что нужно партнеру по бизнесу делать, это поиск клиентов, партнеров и продвижение товара. Тут уже получается у нас бизнес под ключ. Я не знаю, как вы, но для меня сетевой бизнес, это самый перспективный бизнес, перспективное направление, где я могу сидеть дома, развивать этот бизнес без каких-либо трудозатрат, денежных затрат и так далее. Сейчас у нас все в интернете, ребят. То есть нам даже никуда бегать не надо, чтобы создать определенный поток людей. Какими качествами должен обладать руководитель, любой директор своего магазина, любого бизнеса, какой бы вы ни выбрали. Но это, во-первых, независимость мышления, эмоциональная устойчивость, работоспособность, креативность, готовность расти и развиваться, склонность к риску обдуманному, умение планировать, самодисциплина и внутренняя мотивация. Умение самостоятельно принимать решения. Усваивать новые знания, целеустремленные, умение завязывать деловые контакты, общаться, способность зажечь людей, лидерские качества. Высокий интеллект, достаточный жизненный опыт, хорошая скорость мышления. Это, казалось бы, нереально одному человеку столько качеств иметь в себе. Но они развиваются, их можно в себе развить. Постепенно. Вот как раз здесь мы этому и обучаем, чтобы эти качества развивались у каждого человека. У нас командная работа, то есть к нам приходят разные люди. У кого-то уже развита эмоциональная устойчивость и работоспособность. У кого-то развит высокий интеллект. И когда мы вместе составляем одну большую команду, то получается у нас очень сильный инструмент для зарабатывания денег. Вот эта команда, как раз она помогает нам вместе, каждому из партнеров добиваться тех результатов, которые мы хотим. Одному человеку не обязательно всеми качествами иметь. Вот это я хотела вам сказать. Работая в команде, мы дополняем друг друга. Тем самым развивая потом у себя недостающие качества, недостающие качества лидера. И здесь все обучение предоставляется совершенно бесплатно. Для первого шага достаточно только веры, ребят. Не обязательно знать там все досконально, да. Просто поверьте, сделайте первый шаг и разберитесь. Тем более вы ничего не теряете. Как я уже отметила, вся наша жизнь сейчас перетекает в интернет. Мы с вами уже, и я вот, например, за успеваемостью своего ребенка через интернет смотрю, записываюсь в поликлинике, если нам нужно сходить к педиатру, через интернет. Дальше в очереди стоим в детском садике, наблюдая, как движется моя очередь. Мы стоим еще как многодетная семья для получения земли, тоже смотрим, какие мы там в очереди. В налоговую инспекцию оформились, как индивидуальные предприниматели, тоже через интернет. Отчеты можно сдавать через интернет. Коммунальные услуги мы с вами платим через интернет. Все у нас сейчас через интернет. Даже на наемной работе уже многие применяют интернет, это намного проще. Отправить письма, пообщаться с кем-то, скинуть быструю информацию. Благодаря интернету информация сейчас в разы быстрее распространяется, чем раньше. Если раньше мы только, ну я не знаю, по телефону могли там с кем-то созвониться, то сейчас можем по скайпу связаться, посмотреть друг на друга, и не важно, какие между нами расстояния. Мы можем, даже с вами мы сейчас общаемся, и не важно, сколько расстояний между нами, между нашими городами. Мы сейчас с вами в одной комнате сидим и обучаемся, что-то новое узнаем. Какие преимущества работы через интернет или применяя вообще интернет в своей деятельности? Не привязаны к одному месту, можно развиваться в любом месте, лишь бы он был. Был этот интернет, подключение к нему. Совмещать можно. Это вот здесь та система, которую я предоставляю, да, она вообще уникальна, потому что можно совмещать. Можно работать в свободное время, в декрете, на пенсии, на учебе. Вы сами выбирайте, сколько вы хотите зарабатывать и по какому графику вы будете обучаться. Для того, чтобы развивать бизнес, вообще успешный бизнес, вот сейчас, в 21 веке, продумайте, как будет автоматизирован ваш бизнес. То есть переход, не живите там в 20 веках. Сейчас нужно изучать интернет. Автоматизируйте процесс, чтобы все было намного быстрее. Автоматизация, что это такое? Это электронные письма, рассылки, это сайты-воронки, сайты информационные, это ваши социальные сети, где вы будете общаться с людьми, и вам будет намного проще, да. То есть то, что облегчит ваш труд. Вот это и есть автоматизация. Автоматизация нужна в любом бизнесе, и она, мы должны подстраиваться под время, в котором мы живем, и быстро реагировать. Если вдруг что-то меняется, мы быстро должны это узнавать и применять в своем бизнесе. Целевую аудиторию обязательно выбирайте, это очень важно, именно с кем вы будете работать. Хочу сказать, что вот по той системе, которую работаю я, да, тут целевая аудитория разная может быть. Кому как удобно, каждый сам для себя выбирает, с кем работать. Кому-то удобно работать с определенным возрастом, начиная с 40 и выше. Кому-то удобно работать именно вот с мамочками в декрете, да, вот мне, потому что у нас помимо бизнеса есть еще и другие интересы, которые мы можем обсудить и, ну, не знаю, посоветовать друг другу, что ли. Вот, кому-то интереснее со студентами общаться, да, ну, потому что понимают друг друга, что и как, и тоже могут друг другу советовать. Ну, и обязательно в любом бизнесе нужен личный бренд. Вы должны быть узнаваемы. Ваше лицо, возможно, или ваш логотип какой-то, да, какая-то, не знаю, фишечка там, которую вы будете применять, высказывание, которое вы будете применять, или, ну, я вам потом расскажу про личный бренд, у меня есть вебинар, как его развивать, какие фишки применять, можете посмотреть на моем канале. Как развиваться в интернете? В любом бизнесе нужно создавать поток людей. В любом бизнесе. Без людей, без покупателей, без партнеров, бизнес просто будет мертвым, да. Как создаем поток через интернет? Видео, материалы какие-то создаем, то есть канал YouTube, доски объявлений, переговоры по Skype, техника переговоров у нас вот, и рекрутинга, продаж, это все у нас есть, полностью вся рабочая система. В социальных сетях вебинары, блоги, сайты, интервью, рассылки с сайта Воронки, комментарии на блогах, конкурсы, марафоны. Вот это те аспекты, которые нужно развивать. Хорошо, что у нас в команде все это предоставляется, все наши навыки, которые у нас уже есть, да, все предоставляется нашим новым партнерам бесплатно, и это большой плюс. Как создавать блоги, как создавать сайты, как их продвигать, тоже можем подсказать. Как в социальных сетях работать, как вебинары проводить. Этому всему мы обучаем. И это здорово. Моим партнером и партнером моей команды является компания Арифлейн. Почему мы выбираем эту компанию? Потому что стабильность говорит сама за себя. Компании уже около 50 лет. И это очень ценно. То есть это не компания-однодневка. Я уверена в этой компании, вижу, какие у нее результаты, и как компания вообще работает. Это открытая компания, у нее чистый легальный бизнес, и я могу на все посмотреть. Сама компания тоже, вот я сколько уже с ней сотрудничаю, точно знаю, что компания все делает по закону, и хочет, чтобы ее партнеры также следовали закону. А для меня это очень важно. Также компания международная, это знаете еще какой плюс, когда компания не только развивается в одной стране, в разных странах. Потому что в одной стране, если кризис, то влияет как раз на товарообороты, да, и вообще на прибыль компании. Согласитесь? Если в стране кризис, то там очень много компаний закрывается сразу, предприятий, потому что прибыли мало. Если компания международная, то если в одной стране кризис, то тогда она так делает свою ценовую политику, или так развивается, что в другой стране же кризиса нет, все равно компания стоит на плаву. Это говорит опять-таки о том, что компания является стабильной, не уйдет она с рынка, как бы кто ни старался, закрепилась хорошо. Ну, Арифлэм сейчас хорошо продвигается, кстати, в России, собственный завод уже есть в Ногинске, сколько инвестиций делает в экономику нашей страны, это очень почетно. Хорошо иметь вот именно такого партнера. Как же мы работаем? Наверняка у вас у всех есть дисконтная карта. Есть, да, у вас, ребят? Посмотрите, у каждого в кошельке есть какая-нибудь дисконтная карта. У компании Арифлэм тоже есть дисконтная карта. От 20%, 20%. Как она предоставляется? Если регистрируешься на сайте компании Арифлэм, то сразу оформляется дисконт. Дисконтная карточка. Вот где-то она у меня есть, там тоже лежит, могу даже показать. Вот. Что мы делаем? Мы предлагаем партнерам или оформить дисконтную карту, чтобы покупать через интернет для себя от 20%. Стоимость этого дисконта 149 рублей. Или развивать вместе с нами бизнес. Тоже оформляется личный кабинет на сайте. Все так же. Единственное, что человек еще и зарабатывать начинает. Вот. Те, кто просто покупает, мы их учим, как пользоваться сайтом, и он начинает приобретать со скидкой те средства полюбившиеся, которые ему нравятся. Те, кто пришел зарабатывать, это составляет нашу ключевую команду, которую мы начинаем обучать, как правильно зарабатывать с компанией Арифлейм. Потому что многие не знают. У компании Арифлейм есть маркетинг-план, но никто не знает, как зарабатывать по этому маркетинг-плану. А есть те, которые умеют зарабатывать и готовы поделиться бесплатно своим опытом. Что же нужно делать в нашем случае? Что мы делаем? Организовываем товарооборот своего интернет-магазина, который нам предоставляется. Дальше посещаете обучение, посещаем обучение, сами обучаемся и обучаем свою команду, и начинаем создавать поток, как в любой бизнес, да, поток людей. Приглашаем людей, которые будут выполнять первые, вот эти все три правила. Тоже организовывать товарооборот своего интернет-магазина, посещать обучение и приглашать людей. Затем сами уже люди там определяются, они тебя отсортировывают. Кто-то остается просто как потребитель, покупает, потому что ему удобно со скидкой покупать. Кто-то вообще уходит, говорит, ой, нет, я не хочу, не буду экономить, мне вон проще купить какой-нибудь возле дома, да, у тебя. А кто-то остается зарабатывать и зарабатывают здесь большие деньги. Чему мы здесь обучаем? Тем навыкам, которые я вам уже до этого говорила, вы их все можете здесь приобрести. Мы обучаем здесь лидерство, коммуникации, личностный рост, финансовая грамотность, позитивное мышление, работа в социальных сетях, ведение скайп-чатов, информационные рассылки, организация планерок, проведение вебинаров. Для этого предоставляются для наших новых партнеров, ну и для нас тоже, помощь, скайп-чаты, где помощь все 24 часа, 7 дней в неделю. То есть постоянная поддержка команды, где вы можете задать любой вопрос, и вам обязательно на него ответят и дадут информацию, где почитать, где посмотреть, и как качественно работать. Помимо скайп-чатов у нас теперь есть WhatsApp, мы его хорошо используем, очень удобно, очень удобно именно сопровождать и обучать, каждого индивидуально даже, потому что можно созвониться, неважно в каком городе вы живете, можно всегда созвониться без каких-либо затрат на телефонные разговоры. У нас есть обучающий сайт, где вся информация нужная, как раз помещена на этот сайт. У нас также есть вебинарные комнаты, где вы как раз находитесь сейчас, можно обучаться, а потом сами сможете обучать свою команду. вебинарные комнаты для наших новых партнеров предоставляются бесплатно. То есть все тут для вас, лишь бы вы обучались. Как это работает, ребят? Смотрите, даем людям информацию о бизнесе, то есть не рассказываем про продукт, потому что продукт сама компания продает, мы продажами не занимаемся. Я вот сама для себя из всего ассортимента компаний присмотрела то, что мне надо для моей семьи. И вот это я постоянно покупаю. Все, это моя корзинка сформированная. Кто-то по-разному формирует организацию своего интернет-магазина. Кому-то выгоднее, не знаю, каталог показать соседям, почему бы и не показать, родственникам своим. Вот так формируют тоже, организовывают работу. Кто-то прямо на продажах делает, потому что ему денег мало, ему надо деньги сейчас. Вот. Он так организовывает работу, у него идет и доход в продаж, и доход еще с бизнеса, да? То есть с формированием сети интернет-магазинов. Создаем команду партнеров и помогаем им стать предпринимателями. То есть организовываем групповые товарообороты. Вот это вот, запомните, ладно, групповые товарообороты, потому что я вам потом покажу, какие групповые товарообороты у меня составляют. Вот смотрите, ребят, на 15 лет стажа у меня на наемной работе и такой же 15 лет стажа у лидеров, которые сотрудничают с компанией Арифлейм. Видите разницу, да? То есть что меня ожидало после 15 лет стажа на наемной работе? Пособие, которое получает мамочка в декрете с тремя детьми. Кстати, на том другом слайде, где доход составил 1 117 000, там тоже мама с тремя детьми. Ну, семья уже, да? Там семейный бизнес, а здесь у нас еще, это только мой доход, с моей наемной работы, 14 126 рублей. И то эти декретные сейчас уже мне не платят. Я хотела вам показать, чтобы вы видели резонанс, да, какой здесь составляет. Поэтому сотрудничайте с компанией Арифлейм, и это обязательно вас приведет вот к таким доходам. При правильных действиях, конечно же. Доходы выплачиваются на собственный счет расчетный, когда мы становимся индивидуальными предпринимателями. Да, мы здесь не наемные сотрудники, мы заключаем договор с компанией об оказании услуг, как партнеры, да? Мы все здесь предприниматели, бизнес-деятели. Ну и налогообложение у нас, мы берем, работаем по опрощенной налогеобложению, она намного выгоднее, даже чем, если бы вы были бы наемным сотрудником, потому что там 13% надо на доходы физических лиц только платить, а здесь 6% на все налоги, плюс пенсионные. Пенсионные мы берем на себя, зато мы уверены сразу в своей будущей пенсии. Свою будущую пенсию мы сами себе обеспечиваем, не надеемся на какого-то другого работодателя. Заплатит он там социальный пакет или не заплатит. Здесь мы все под контроль, взяли и за себя как раз таки платим. Что получите в результате, если будете развивать бизнес вместе с нами? Успешный бизнес, финансовые возможности, свободное время, работа в команде, личностный рост, путешествия от компании. И о своих результатах я вам хотела тоже рассказать. Во-первых, это признание команды. Я вот в этом году, в 2015 уже получается году, да, стала бизнес-леди, в 2015 мне было очень почетно, что ли, да, что команда меня так признает. Директора здесь даже отдали свои голоса за меня. Ну, там в три этапа проходил конкурс. Голосовали мои знакомые, сначала друзья в социальных сетях, потом команда моя, а потом наши лидеры голосовали, директора, и я стала победительницей. Признание компании, то есть будете в журналах вот таких, да, о вас будут статьи писать, вас будут приглашать на разные мероприятия, вот меня в этот раз пригласили на бизнес-завтрак с руководителями компании Арифлей. Вот, поеду скоро. Готовлюсь через 10 дней. Сейчас у меня одна директорская группа есть, где есть сильные лидеры. Это Дворянкина Татьяна, мамочка двух деток, переводчик она с английского и испанского языков, очень хорошая девочка, которую в моей команде обучила, я сделаю из нее. Но она сама, конечно, там такая у нас, да, работа, то есть я ее сначала направляю, а потом она берет и делает. Также Катя Свинцова, мой лидер в моей директорской группе, уже тоже директор, мамочка принцессы Машеньки, и совмещает наемную работу и бизнес. То есть все всегда можно совмещать. Тем самым мы доказываем, что реально и зарабатывать, и совмещать пока с наемной работой, когда вы развиваетесь, и совмещать с секретным отрасльом. Вот Таня Дворянкина когда-то тоже не зарабатывала. Этот скрин я сделала, когда она говорила, что хочет хотя бы одну зарплатку нормальную, чтобы можно было сделать скрин. И вот теперь у нее уже нормальная зарплатка, она хорошо делает скрины, показывает, то есть уже на счете сейчас 79 тысяч, сидя дома, вот такие, ребят, можно деньги зарабатывать здесь вместе с нами. У меня вот за тот каталог товарообороты хотела вам показать, давайте посчитаем. Товарооборот в первой директорской группе был от 400 тысяч рублей, потому что у Татьяны Дворяткиной два директора, две директорские группы было, это Катя Свинцова, там от 200 тысяч идет товарооборот, и Светлана Орлова тоже от 200 тысяч. Ну вот плюс, считаем, да, от 400 тысяч рублей в директорской группе был у Татьяны Дворяткиной, плюс в моей персональной группе 102 тысячи 184 рубля. Вот, всего получается 502 тысячи 184 рубля товарообороты в моей организации. При всем при этом я не ходила с сумками, не закупала на такую сумму, сама на 102 тысячи, да, и тем более на 500-2 тысячи. Я просто создала эту организацию, бизнес-систему. Я пригласила людей зарабатывать вместе со мной, и мы вместе создали ключевую команду. Да, кому-то мы просто оформили дисконтные карты, и они покупают для себя те средства, которые им нравятся. Все косметические средства, шампуни, мыло, экономят, возможно, семейный бюджет. Покупают серию Wellness, очень хорошая у компании серия Wellness, сама ее покупаю. Вот, вижу результаты, многие тоже из-за Wellness только могут приобретать, становиться клиентами компании. Вот, но также у меня есть ключевые партнеры, которые пришли сюда именно зарабатывать. И мне очень нравится, что многие в нашей команде зарабатывают, я уже даже считаю, там, сколько человек в моей команде зарабатывают. Ну, не все, а сразу хочу сказать. В моей структуре 474 человека, ну, в моей команде, да, вот полностью 474 человека, из них даже 50% не зарабатывают, то есть только какая-то часть, где-то примерно процентов 10-20 еще пока. Вот так. Без продаж, без вспыхивания, мы делаем здесь такие товарообороты, и получаем достойную за это зарплату, да, достойные доходы. Доходы нам платит сама компания, то есть это даже не клиенты нам платят, тут вложений каких-то нет, мне, например, Таня Дворяткина ничего не платит, за то, что я ее обучаю. Катя Свинцова мне тоже ничего не платит, не платит за то, что я ее обучаю. Нам за эту работу платит компания. То есть мы создаем товарооборот, и компания делится сама с нами своей выручкой, которую она с этого товарооборота имеет. Вот и все. Вот так вот формируются доходы, ребят. Часто слышу такие возражения, постоянно кандидаты говорят, или уже партнеры говорят, мне не разрешать муж этим заниматься. Я хочу, чтобы вы сразу задались таким вопросом, и вообще мужу задали вопрос. Кого муж хочет видеть рядом с собой? Или домохозяйку, которую я вам показывала до этого, которая кроме того, как там сварить борщ, ну ничего не знает, может быть, ну пирожки там испечь, возможно знает, но не будет же муж с ней об этом разговаривать, как печь, как тряпать, как суп готовить. Так ведь? Солк-минус. Солк-минус. Видите, у своего мужа хочет ли он видеть рядом с собой успешную бизнес-леди, которая будет помогать ему зарабатывать деньги, ну или даже на первом этапе хотя бы не будет муж тратить на косметические какие-то средства, да, ее жены, своей жены. Вот. Тем более здесь можно развиваться и не сидеть просто деградировать в декрете, но и учиться чему-то новому. Мы всегда стремимся, мы всегда к чему-то большему, к лучшему, всегда работаем над собой. Тут много узнаете, даже как проводить вебинары узнаете, узнаете, как заниматься рекламой, да, узнаете, как развиваться в интернете, в социальных сетях, как развивать свой бизнес, как уметь представить и себя, и бизнес вообще, как общаться с людьми. Тоже это все будете уметь. Дальше есть такое возражение, как мне нужны деньги прямо сейчас. Да, бывает такое, нужны деньги прямо сейчас, мне иногда бывает вот прямо срочно нужны деньги, да. Что же делать? Хорошо, что бизнес-систему, которую предлагает компания Арифлейм, и вообще зарабатывать с компанией Арифлейм можно по-разному. Можно строить бизнес-систему на перспективу и передавать даже свой бизнес по наследству, а можно зарабатывать деньги здесь и сейчас. Это активные доходы. Но тут нужно, конечно, продавать. Тут на продажах только можно сделать эти деньги. Взяли каталог, предложили кому-то, собрали заказы, оформили со своего личного кабинета. 20% с этого будет ваше сразу. Сразу можно заработать. И всегда, когда задаете себе вопрос, что, ну, говорите себе, мне нужны деньги сейчас, то обязательно посмотрите, какие действия вас привели к тому, что они затруднительное положение вас поставили. почему, что вы делали такого, что вам прям, что вы остались вообще без денег. Эти действия нужно изменить, поменять. Значит, вы неправильно делаете. Бывает так, да, вот я сижу там на работе, работаю, работаю, а денег все нет. Вот, а мне они вот прям сейчас нужны. Что делать? Можно взять каталог и пойти заработать. Плюс хорошо для бизнеса и деньги прямо сейчас. У меня нет времени, потому что у меня дети. Это почему-то, я не знаю, почему мамочки думают, что если у них дети, то это какая-то проблема. Это наоборот дополнительная мотивация для нас, для того, чтобы вы что-то делали, меняли в своей жизни, потому что все равно дальше так продолжаться не может. Для меня, мои дети, это вообще большая мотивация, особенно когда я третьего ребенка родила, я была в таком, даже не когда родила, а когда забеременела, я была в таком легком шоке, я думаю, так, что же делать, как дальше жить? У нас же будут сейчас сложности в финансовом плане, нужно что-то соображать, потому что на работу на наемную я не могу уходить, у меня семья большая, мне, какой работодатель будет меня вообще терпеть, если я буду то с одним ребенком уходить там, на больничный, или на какие-то мероприятия, мне нужно отпрашиваться, да, то с другим, то с третьим, и постоянно будет казаться, что я постоянно там только детьми занимаюсь и работать не буду. Это, во-первых, работодателю не выгодно меня держать, во-вторых, я не могу до конца заниматься только определенной работой какой-то, да, и заниматься качественными детьми своими. Я здесь для того, чтобы создать эту бизнес-систему, и наверняка вот все мамочки, которые вместе со мной в команде, они тоже здесь для того, чтобы было и время, и деньги на своих детей. Поэтому, у кого дети, наоборот, здесь есть возможности для того, чтобы вы могли не выходить на наемные работы, на кому-то работать, а посвящали больше времени своим детям, чтобы вы могли путешествовать вместе с детьми, исполнять их мечты, возить их в Диснейленд, вот у меня ребенок все хочет. Мам, мы когда уже с тобой в Диснейленд поедем? Я говорю, давай сейчас еще немножко, и будем думать, когда же поедем. Вот, в этом году, конечно, мы в путешествии не собираемся, потому что мы в том году уже съездили, пока отложили на следующий год, в следующем году посмотрим. Мы уже запланировали другие определенные мероприятия на лето, тоже будет очень интересно, и самое главное, пойдет на пользу. Не просто там... времяпрепровождение лето, да, где-то, а именно на пользу, чтобы пошло. Для развития для, ну, самого ребенка, про старшего я говорю. Про младших, они у меня будут, ну, просто пока отдохнут где-нибудь или у бабушки, или, ну, с папой здесь, ну, или со мной тоже, все равно все вместе будем отдыхать. Вот такие у нас планы. Ну, и давайте подведем итоги. Если хотите быть бизнес-деятелем, то здесь нужно в первую очередь организовать себя. Это очень важно. Без самоорганизации вы просто дальше не будете развиваться. Мы все привыкли на начальника работать, да, начальники только так настроят, там, определенные правила нужно соблюдать, там, вставать в 5 часов утра, принять душ, пойти на работу, работать, при этом хорошо выглядеть, с хорошим настроением, профессионально свои обязанности исполнять, потом приходим домой, варим быстренько кушать, спать и опять на работу. Вот, здесь же никто вас заставлять ничего не будет, вообще, когда бизнес разливается, никто не заставляет. Каждый работает на свой результат. Кому надо, тот работает, кому не надо, тот не работает. И очень часто те партнеры, которые новички, ходят, да, они не сразу могут себя организовать. Что я могу посоветовать? Как себя лучше организовать? Сначала подумайте, представьте, да, что вы сами для себя руководитель, если вы привыкли, что у вас руководитель есть, сами для себя руководитель, составьте график, заводите будильник, то есть, чтобы в 5 часов вы вставали обязательно, шли, принимали душ, потом у вас там опять будильник стоит, напоминалочка, что вам нужно сделать определенные там дела, ну, не знаю, сходить на пробежку с утра, свежим воздухом подышать, пришли, там, завтрак приготовили, потом и так далее, да, то есть, нужен обязательно график с напоминалками. Вот это очень хорошо вас организовывает. Ну, а потом уже вы привьете себе привычку делать эти действия ежедневные, там уже будильники не нужны, вы будете сами эти действия совершать. Дальше, автоматизируйте процесс, то есть, интернет-помощь, облегчайте себе труд, сейчас 21 век на дворе, применяйте и почты, и рассылки, социальные сети, скайпы, ватсапы, и другие инструменты для передачи быстрой информации. Развивайтесь как профессионал, обучайтесь и обязательно читайте бизнес-литературу. Если поставили цель, то идите к ней до конца, проявляйте терпение, упорство. Вот этот вот четвертый пункт как раз позволил мне добиться определенных успехов. Поэтому, кто проявляет терпение, упорство, тот обязательно добивается того, чего хочет. Если вы еще не зарегистрированы, то после вебинара напишите человеку, который пригласил вас на этот вебинар, или дал ссылку на него. Заполните регистрационную форму, он вас внесет в базу данных, предоставит личный кабинет, и все нужные материалы пошагово будет предоставлять и обучать. Выполняйте все его рекомендации, которые он вам выдаст. Это будет ваш спонсор. С ним будете вместе непосредственно сотрудничать и идти вперед по лестнице успеха компании Арифлейн. Три вещи никогда не возвращаются обратно. Это время, слово и возможности. Поэтому не теряйте времени, выбирайте слова и не упускайте возможность, которая вам предоставлена. На этом у меня все, ребят. Если у вас остались какие-то вопросы, то я с удовольствием на них отвечу. Вопросиков я не вижу. Тогда с вами прощаемся. До новых встреч. Следующую субботу приходите на вебинар или приглашайте своих уже новых партнеров, с которыми мы также можем побеседовать. Хорошо?